Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы встречаемся во время пандемии в органном зале, хотя концерты приостановлены временно, мы решили вам показать наш инструмент немножко не в обычном ракурсе, а изнутри, потому что время концертов мы его слышим и любуемся его внешней красотой, но каков инструмент изнутри, как машина, как устройство, наверняка многие не знают. Конечно, орган – это духовой инструмент, прежде всего клавишно-духовой, еще аэрофонами называют такие инструменты. В нем трубы, которые издают звук. Звук появляется за счет потока струи воздуха, попадающих в ножку каждой трубы. Наш орган относится к средним по величине инструментам. В нем 1836 труб, это средний инструмент. Как вы видите, две клавиатуры. В органах может быть и одна клавиатура, а может быть даже семь и даже восемь. И вся терминология в органе немецкая в основном. Нижняя называется «хауптверг», то есть главная. На ней, вот ее регистр, этой клавиатуры, на ней сосредоточены главные, сильные, основные голоса органа. Вторая голосовая клавиатура, она такая более прозрачная, солирующая. В ней расположены голоса, которые ведут, например, тему в хоральной прелюдии или фантазии. Ну и, наконец, вот под лавкой здесь мы видим, есть педальная клавиатура, которая называется «педаль вверх». В ней 32 клавиши. Здесь органист играет, в отличие от пианиста и клавесиниста, ногами. То есть такие же клавиши, только большие, 80 сантиметров длиной. И, как мы видим в органной литературе, в музыке, вот те же ноты Баха, три строчки. Одна для правой, вторая для левой руки, как у фортепиано, а вот третья строчка – это для ног. Известно, что многие композиторы пользовались очень хорошо этой клавиатурой. И у Баха есть целые сольные моменты на целую страницу в некоторых органных произведениях. Ну что, органист может играть одними ногами. Причем вот эти рукоятки, которые с двух сторон расположены от пульта, или шпильтиш, как его называют, это рукоятки регистровые. Это, собственно, голоса самого инструмента, тембры различные. Поскольку труб большое количество, то управлять всем органом, конечно, одному человеку довольно сложно. И вот еще мы видим вот это вот тут интересное такое со створками приспособление, называется Швиллер. Это устройство, которое помогает динамически менять звук. То есть делать его тише, громче. Так как специфика органа такова, что как сильно не нажимать на клавишу, она будет звучать с одинаковой силой. Для этого можно пользоваться или различными регистрами, но это тембрально будет разное звучание. А если хотите, чтобы при совокупности уже выбранных регистров он звучал тише или громче, можно пользоваться вот таким приспособлением, которое с помощью большой педали ногами управляется. А эти трубы, это трубы вот второго мануала как раз. Причем это мы видим не все, а только трубы частично одного регистра, вот третьего регистра, принципал он называется, то есть главный. Мы видим, что на проспекте, так называется фасад органа, мы видим еще вот такие интересные трубы, которые витые внешне. Это, надо сказать, что это украшение в виде трубы. Они, конечно, не звучат. Нормальная труба, полноценная, она должна совершенно быть ровной. И если смотреть на нее сверху, она должна представлять собой чистый круг, но не эллипс. Поэтому это украшение в виде трубы. Вот так вот немцы решили украсить наш фасад. И вообще вся внешняя отделка нашего инструмента, она соответствует архитектуре католического костела, польского. Когда его, перед тем, как его установить, мастера фирмы Александр Шуки из Потсдама приезжали сюда. Им очень понравился этот зал, они были впечатлены. И органный мастер, точнее резчик, который работал на этой фирме. Хайнс Гросс вырезал розетки, вот мы видим, и растительные орнаменты, которые закрывают проспектные трубы, в виде мотивов, которые мы видим на капителях вот этих пучковых колонн. Что еще? Сам орган-корпус выполнен из альпийской сосны. Фирма Шуки использует только альпийскую сосну, растущие деревья на склонах Аль. Лавка из дуба. А вообще внутри органа очень много приспособлений и устройств, которые сделаны из различных пород дерева. В том числе абстракты сделаны из африканского дерева бальза, передаточные механизмы. Но клавиши мы видим здесь раскраска наоборот, нежели на фортепиано. Основная тона черная, полутона белая. Это дань традиции. Старинные инструменты клавишные имели именно вот такую раскраску. Что еще можно, какие вызывает орган, вызывает вопросы обычно при виде органа? Во-первых, когда мы слышим слово орган, у нас ассоциируется это с чем-то мощным, с громким, массивным, таким космическим почти звучанием. Это не случайно, потому что при совокупности всех регистров включенных, да, получается такое мощное звучание. Есть еще регистр, который так и называется микстура, то есть смесь. Это очень мощный регистр, который заставляет во время одной нажатой клавиши звучать сразу аккорд из пяти труб. Корона, так сказать, органная. Поэтому вот эти звуки, они когда все включены, он и имеет мощное звучание. Но орган может быть и очень тихим инструментом. Например, у нас есть вот такой регистр, салицианал называется. Он очень тихий, он к флейтовым относится. И есть тихий педальный регистр, ногами играет организм, но это очень большие и низкие трубы. То есть звук необычайный, низкий, он даже малоразличим. Это инфразвук. Наоборот, есть очень высокие голоса. Вот, например, восьмой регистр у нас. Вернее, ну да, вот он, восьмой. Сифлеты. Это вот такие светочки маленькие, маленькие-маленькие трубочки, которые предназначены для дополнения к основному тону. А в чистом виде они употребляются только в исполнении современной, какой-то ультра-современной музыки. Вот. И вообще, надо сказать, что все органы традиционно делаются по определенному правилу. Золотым веком органостроения считается 18 век, первая и вторая половина и середина. То есть весь 18 век и Германия, конечно. Самые лучшие органные мастера жили и работали в Германии. Во времена Баха, Бах сам был прекрасным экспертом в области органостроения. Его и приглашали всегда опробовать инструмент и дать заключение, оценку качества инструмента. Поэтому Бах объездил очень много городов в Германии. И работал на таких выдающихся органах, как, например, органы мастеров Зильберман, которые до сих пор сохранились в разных городах Германии. Наш орган – это город Пацдам его делал, бывшая ГДР. В то время, когда его ставили в 1978 году, у нас грана начальником был Николай Францевич Салацкий. Благодаря этому человеку мы вообще имеем органный зал и такой инструмент прекрасный, который был по его, с помощью его содействия, его хлопот и забот поставлен. Потому что тогда договориться очень сложно было. Инструмент необычайно дорогой по тем временам. В своей книге «Воспоминания» он пишет о том, что орган обошелся в Иркутску в 200 тысяч рублей тогда. И установка его заняла целый год, в принципе. Его год делали на фирме, на фабрике. А потом три месяца мастера устанавливали после того, как привезли в двух вагонах железнодорожного состава. Полностью его собирали и потом отпробовали его в звучание. И торжественный момент состоялся именно 4 ноября 1978 года, когда открыл наш органный зал выдающийся русский советский органист Олег Григорьевич Янченко, народный артист России, профессор Московской консерватории, лауреат многих конкурсов. Именно первый концерт он дал на нашем органе. Народу было столько много в тот момент. Это был уже ноябрь, я уже сказал. Было довольно холодно. Но, тем не менее, были настижи открыты центральные двери, потому что вместить всех желающих было невозможно. Люди стояли по стенкам, в проходе. Но это было уникальное событие. И это было большое впечатление для Иркутска. 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 Иркутска.